...огнали противника на север, освободив Чирковичи, Росову, Рудню и Островщину. В Светлогорске прошел торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине освобождения шатилок. Ровно 77 лет назад, 27 ноября 1943 года, на месте железнодорожной станции шатилки рвались снаряды, гибли солдаты. Сегодня же о тех страшных событиях напоминает нам только братская могила, в которой покоится 364 солдата. Мы сегодня вспоминаем эту дату, которая связала воедино наше прошлое, настоящее и будущее. Шаг за шагом, ценой огромных усилий, отвоевывалась у врага захваченная земля. Каждый из дней войны – это героическая летопись подвига, умытого кровью павших и слезами скорбящих матерей, вдов и детей. Почтить память погибших солдат собрались представители руководства района, трудовых коллективов, общественных объединений и организаций, депутаты, а также молодежь. Я считаю, что такие мероприятия очень важны для граждан Светлогорска, особенно для молодежи, которая всегда будет чтить память тех, кто сложил головы на фронтах Великой Отечественной войны. По традиции, память тех, кто сложил головы на фронтах Великой Отечественной войны, почтили минуты молчания. К братской могиле возложили венки и живые цветы. Пока мы будем помнить подвиг наших дедов, отцов, прадедов, то будет мир на нашей земле. Потому что Беларусь, как никакая другая республика бывшего Советского Союза, пострадала в годы Великой Отечественной войны. И сегодня мы отмечаем этот день с той надеждой, чтобы раскола в нашем белорусском государстве не было. Того, чего хотят западные сегодня страны.